На прошлой неделе секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в одном из своих интервью озвучил планы о необходимости диверсификации внешнеполитического курса Армении. По его словам, причиной необходимости прозападного курса является невыполнение российской стороной своих обязательств по участию в реформах армии армянской совместных, а также по поставкам вооружения, по его словам, как утверждает армянская сторона, на сумму 250 миллионов долларов. Это является одной из причин, по словам Григоряна, сближения Армении с Евросоюзом. Позже высказался уже Ален Симонян, спикер парламента Армении. Он обвинил АДКБ в невыполнении своих обязательств и обозначил курс на вступление в Евросоюз для Армении. То есть он сказал, наша безопасность заключается в том, чтобы быть демократической страной и тесно сотрудничать с демократической системой. И вот буквально вчера в армянской прессе появился ряд сообщений о том, что уже к осени Армения планирует подавать заявку на вступление в Евросоюз. Хотелось бы услышать ваш комментарий. Вот знаете, меня, конечно, поражает такое внимание азербайджанских средств массовой информации к проблематике Армении и внимание армянских средств массовой информации к проблематике Азербайджана. Как было бы здорово, если бы все гармонизировались и задавали вопросы в контексте либо наших российско-азербайджанских отношений, либо российско-армянских, исходя из интересов наших стран. А не поддавались искушению обсуждать кого-то за глаза или обсуждать вопросы, которые прямо к повестке представляемой страны не относятся. Я понимаю, что вы журналисты, я понимаю, что у вас широкий круг интересов, но все-таки, мне кажется, правильно было бы все-таки как-то в этом смысле гармонизировать соответствующий подход. Давайте так и будем делать в будущем. Я неоднократно к этому призывала и прекрасно, полноформатно и глубоко на этот вопрос уже ответил министр иностранных дел России Сергеевич Лавров. Это была пресс-конференция по итогам Анталийского дипломатического форума 2 марта текущего года. Я могу добавить исключительно по теме сближения Армении с Евросоюзом. Дело в том, что мы сегодня говорили немало по поводу опыта киевского режима и Украины, которые заманили в эти самые западные сети, пообещали прекрасные дали, расписали все, как у нас говорится, в лучшем свете, в нем кинули, бросили. Как бы не случилось это вновь, я надеюсь, точно это не случится, не должно случиться, мне бы это очень не хотелось с Арменией. Потому что Армения прошла свой тяжелейший исторический путь, который включал в себя и геноциды, и отстаивание собственного суверенитета, борьбу за свою культуру. Я думаю, что сложнейшие территориальные споры, вопросы, конфликты, эта страна, этот народ заслуживает того, чтобы жить в мире и ни в коем случае не стать разменной монетой в руках нечистоплотных западных политиков. И Россия, и так как вы представляете, ну так или иначе, Азербайджан, азербайджанское средство массовой информации, я думаю, искренне желают мира Армении. Потому что Армения является нашим соседом. Для нас это союзник, и для нас это страна и народ, с которыми у нас длительные исторические связи. И поэтому от всей души мы желаем мира, стабильности и процветания этого государства. И с точки зрения любви к этой стране и народу, и с точки зрения прагматики. Потому что, как вы понимаете, от этого благополучия зависит и благополучие региона в целом. Но мы видим, к сожалению, как Запад, наигравшись и сломав Украину, бросив ее как потрепанную куклу без руки и ноги в угол, принялся искать новую жертву. Вот как бы этой новой жертвой не оказалась Армения, которую заманят, обманят. У Армении действительно исторически был опыт, и она знает, кто всегда приходил на помощь. Не с точки зрения подыгрывания чьим-то конкретно отдельным интересам, а с точки зрения глобального мира в регионе. Сохранения той самой стабильности, которая является залогом жизни и процветания людей. Судя по всему, отдельные политические деятели в Ереване воспринимают внезапно повысившееся внимание к республике со стороны Евросоюза. Либо как панацею, либо какую-то, знаете, приманку, что ли. Но надо же вглубь смотреть. Ведь это же опять был характерной чертой, так называемого, так берем в кавычки, белого человека, который приезжал, показывал зеркальца, а на них выменивал все самое дорогое, что было у населения коренного. Чтобы вот эта идеология канула в лету, и чтобы больше на нее никто не покупался и не обманывался. К сожалению, целый ряд политических деятелей в Армении даже не задумываются о том, что Армению превращают в очередной инструмент западной геополитики, западной забавы. В расход просто берут. А перед нашими глазами многочисленные примеры того, как коллективный Запад цинично использует государство в своих конъюнктурных целях, а потом, повторю еще раз, бросает на произвол судьбы. Или в целую страну наигравшись, или в целый народ наигравшись, или в отдельных политических деятелей. Чего только не обещали, кому только не обещали. Евросоюз однозначно перестал быть надежным партнером для кого бы то ни было. И в этом объединении сейчас верховодят сторонники конфронтационной идеологии, которые выполняют прямой американский заказ и Армению рассматривают, опять же, как точку входа в регион. Тоже понятно. Вы видели, ну смотрите, вот Сербия, вам пример, несколько лет назад, чего только не обещали. И финансовую поддержку, инвестиции. Такие инвестиции, которые никогда никто не видел. Ну у них что, санкции, которые не видны, так и инвестиции не видны. Все наобещали. Где это все? Ну где это все? Ну ведь обещали. Ведь даже какие-то подписывали декларации. Ничего же нету. Ну это же, это же не наша какая-то, знаете, информационная, там, не знаю, работа, нацеленная на... Это факт. Спросите у сербов, что они получили. А им все-таки президент США обещал. Ни много, ни мало. Человек ответственный. Поэтому мы видим, что руководство ЕС не только пренебрегает мнением своих партнеров, но и действует в разрез с интересами даже собственных граждан, которые своими постоянными протестами указывают на деградацию Евросоюза и многочисленные политические и финансово-экономические просчеты его же политиков. А уж чего тут думать, или неужели вы предполагаете, что они будут думать об Армении и гражданах Армении? И в этих условиях совершенно безответственно преподносить стремление к сближению с агрессивным и недоговороспособным Евросоюзом как путь к обеспечению чьей бы то ни было безопасности. Примеров нет. Покажите примеры. Будет хоть один пример, тогда можно будет говорить. Вот здесь Евросоюз, а он уже утратил свою истинную цель и задачу, которая была при его создании. Он создался как экономический союз, а стал каким-то придатком, внешним каким-то доп. образованием сателлитам НАТО. Потому что без НАТО не принимают стратегических решений.